В Ангарске раскрыто убийство девушки. Она исчезла два года назад, но семья ее не искала. На самоизоляции уже 90 ангарчан. Если человек почувствовал себя плохо, он должен вызвать врача на дом или вызвать скорую помощь. В карантине целые семьи, прибывшие за границей. Подорожали крупы, мясо и молоко. Увеличилось число продаж и чек общий увеличился. В Ангарске специалисты мониторят цены ежедневно. Жители старого города остались без газа. Хранение баллонов с газом свыше 5 литров – это нарушение правил противопожарного режима. Хранить в квартирах баллоны запрещает МЧС. И в память о жертвах пожаров. 16 детей, погибших на пожаре в Европской области. Ангарчане отпустили в небо воздушные шары. Служба новостей телеканала «Актиз» начинает работу в эфире. В студии Елена Жерлова. Здравствуйте. Следственный комитет окончил расследование убийства 15-летней ангарчанки. Преступление было совершено в августе 2017 года. 36-летний мужчина, находясь в гостях у подруги в 42-м доме 22-го микрорайона, поссорился с ней, после чего задушил. Тело он вывез и закопал в районе станции Совхозная. Убитую нашли лишь спустя два года. Ранее подозреваемый уже был судим за убийство. Дело передано в Ангарский городской суд. Убийца может грозить до 15 лет тюрьмы. Суд заставил бывшего начальника депо Иркутск-сортировочный выплатить штраф за получение взятки. В ноябре прошлого года руководитель получил от своего подчиненного машиниста 50 тысяч рублей. Взамен шеф должен был закрыть глаза на нарушение трудовой дисциплины. После возбуждения уголовного дела он был уволен, а сейчас должен заплатить в казну штраф 120 тысяч рублей. К другим темам. 90 ангарчан не имеют права покидать собственные квартиры из-за угрозы заражения коронавирусом нового типа. В начале недели таких было только шесть. Всего местный отдел Роспотребнадзора выписал 118 постановлений о режиме самоизоляции, в том числе жителям Шелиховского и Слюдянского районов. Все они вернулись из зарубежных стран. При этом у людей не обязательно должны быть симптомы заболевания. Если человек почувствовал себя плохо, он должен вызвать врача на дом или вызвать скорую помощь для оказания. Врач примет меры. Или он должен его изолировать и вывезти в инфекционную больницу. Сейчас маршрутный лист разрабатывается, в какие больницы будут возиться такие больные. Это для того, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. Они здоровые люди. И для того, чтобы оберечь своих близких, окружающих, они самоизолируются. На 10-й день карантина у самоизолированных людей берут анализы и к концу профилактики уже становится известно, инфицированы они или нет. Поликлиники на время самоизоляции выдают больничный лист. К слову, из-за сложной эпидемической ситуации школы переходят на дистанционный режим работы. После недельных каникул детей будут обучать в удаленном режиме. Классы ученики вернутся не раньше 12 апреля. Продолжаем. Горячая линия по ситуации на продовольственном рынке региона заработала с 18 марта. Ежедневно с 8 утра и до 10 часов вечера специалисты будут принимать сообщения о росте цен или дефиците товаров. Кроме того, работники службы потребительского рынка во всех муниципалитетах отслеживают показатели ежедневно. Дорожают ли продукты в нашем округе, расскажет Мария Константинова. В Ангарске все спокойно, говорят специалисты отдела потребительского рынка. Ситуация в оптово-розничной торговле пока стабильная. Тем не менее, прогнозы о повышении цен все-таки реальны. Ценники поползли вверх. Увеличилось число продаж и чек общий увеличился. В основном это бокалейная группа товаров. Макароны, крупы, консервная продукция. Но населению Ангарска не стоит беспокоиться. Запасы достаточны на территории наших предприятий. Они от полутора до двух месяцев. Предприятия, производители продукции работают в обычном режиме. То есть никаких сбоев нет. И перебоев с продукцией не ожидается. Увеличилась цена на сахар, мясные и рыбные консервы. Это связано с тем, что изменилась стоимость продукции у самих поставщиков. А заметили ли повышение ангарчане? На мясные продукты, на молоко. Я покупаю по мере надобности. С голоду мы не умираем. Мне все нравится. Но я особо расти не увидела. У меня сегодня мама сказала, что молоко в какое-то определенное повысилось цене. Даже очень. А на какие? На многие. По стране ажиотаж с продуктами уже пошел на спад. Разум побеждает над искусственно созданной паникой. Несмотря на это, ситуация экспертами мониторится постоянно. Если специалисты зафиксируют необоснованное повышение цен на любые товары, информация будет передана в областную службу потребительского рынка. А оттуда уже в федеральную антимонопольную службу. Не помешает и бдительность горожан. Если вы заметили резкий скачок стоимости, сообщайте об этом в Ангарский отдел потребительского рынка. Мария Константинова, Елена Шелик, Дмитрий Швецов. Местное время. Продолжаем выпуск. Задачи, поставленные в Рио губернатора Игорем Кобзевым в ежегодном послании, войдут в стратегию социально-экономического развития региона. Главы муниципалитетов, министерств и ведомств, а также представители общественных организаций и депутаты законодательного собрания, к которым было адресовано послание, назвали его не иначе, как четким планом действий. Ориентированное человека должен стать основным критерием в любых решениях органов власти. Областной парламент уже приступил к реализации поставленных задач. 75 лет победы все мы будем отмечать. И уже есть инициатива от депутатов законодательного собрания увеличить единоразовую выплату детям войны до 5 тысяч, сейчас она составляет 2 тысячи рублей. Это, наверное, будет та поддержка нашим детям войны, которые много сил, здоровья оставили. Объективный анализ положений дел в регионе позволит исправить ситуацию к лучшему по многим направлениям. Ведь в своем послании глава региона поставил не только задачи, но и обозначил сроки. В медицинских и образовательных организациях ответственные структуры должны проверить соотношение трудовых затрат и заработной платы. Учителя и врачи не должны брать на себя сверхнагрузку. Кроме того, до конца текущего года в Приангарии должен прекратиться развал коммунальной сферы. Фонд капитального ремонта обязали завершить незаконченные работы и эффективно реализовать накопленные за года миллиарды народных рублей. В общественную палату, конечно, очень часто обращаются с вопросами жилья и с вопросами капитального ремонта многоквартирных домов. И мы часто проводим круглые столы и слушания. И вот сейчас Илья Иванович поставил четкую задачу, которая должна быть, безусловно, выполнена. Это капитальный ремонт. Я неоднократно присутствовал на этих комиссиях и вижу, что это одно из самых слабых мест на сегодняшний день. Кроме решения текущих проблем, по итогам губернаторского послания также предстоит выбрать концепцию развития кадрового потенциала, расширить меры поддержки малому и среднему предпринимательству, привлечь в регион инвестиции. А помощь федерального бюджета направить на реализацию самых масштабных задач в экологии, экономике и социальной политике. Экзамены и контрольные перенесут. Карантинные мероприятия по коронавирусу коснулись сроков проведения всероссийской проверочной работы и единого государственного экзамена. Дни проведения ВПР школы должны определить сами. Условие одно – написать их нужно до конца учебного года. К слову, восьмые классы будут сдавать такие контрольные впервые. А вот с ЕГЭ другая ситуация. Досрочный период в этом году переносится на основной. Они переносятся на основной период резервной дне. Но если ребенок по каким-то обстоятельствам желает сдать в начале июня, то он имеет на это полное право. То есть на основании документов пишется заявление, и он сдает в сроки раньше. Изменений по основным срокам сдачи ЕГЭ не будет. Экзамены традиционно пройдут с 25 мая по 29 июня. Жители старой части города остались без бытового газа. К счастью, не все. А только те, чьи квартиры не оборудованы трубопроводом. Раньше баллоны им доставляли службы горгаза. Сейчас делать это запретило МЧС из-за требований пожарной безопасности. Как быть ангарчанам, выясняли наши корреспонденты. Марии Даниловне 91 год. Труженик тыла живет одна в квартире 55-го квартала. Сегодня пожилая женщина вынуждена экономить газ и привыкать к использованию электроплиты. Баллон, заправленный в ноябре прошлого года, на исходе, а заменить его не получается. Газоснабжающие службы отказывают в доставке нового из-за распоряжения пожарного назора. А простые люди вынуждены подстраиваться к ситуации. Электрическую печку или плиту – это старый дом. Проводка тоже ненадежна. Это тоже опасно, пожароопасно. Я в больницу ложусь. Ее беспокоится, что вот, ну ладно, все равно, дети, внуки-то работают, а она целый день одна. На плитке, ну, вариант только вот плитка, и то все-таки возраст, мало ли что. В четвертом доме 55-го квартала всего 9 квартир. И только жильцы одной из них смогли решить проблему кардинально. Сделали капитальный ремонт, поменяли проводку и установили электроплиту. Увы, поступить так могут единицы. Официальные ограничения на доставку газа ангарские службы получили от пожарного надзора. Согласно постановлению, газовые баллоны должны находиться исключительно в спецпомещениях, а не в квартирах. За это ангарчане несут административную ответственность, говорит главный инспектор округа. Штраф от 1 тысяч рублей для физических лиц или от 150 для юридических. Никакого запрета не было. Мы свою работу выполняем, да, потому что, я еще раз повторю, хранение баллонов с газом свыше 5 литров – это нарушение правил противопожарного режима. Я хотел бы обратиться к гражданам, да и организациям, исчисляющим поставки газа, что в случае наступления тяжких последствий, причинения вреда жизни и здоровью людям при нарушении данных о требовании пожарной безопасности, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Держать газовый баллон в доме огнеопасно, а пользоваться электроплитой в квартирах со старой проводкой – опасность не меньшая. Ангарчане уже привыкли именно к этому укладу жизни и не хотят его менять. За ответом наша съемочная группа отправилась в Ангарский горгаз. Некогда филиал «Иркутскоблгаза» сегодня работает как местный участник и лишен всех полномочий. Но исполняющий обязанности руководителя Владимир Козлович настроен оптимистично. К нам обратились жильцы 50 метров в порталах. У них газ заканчивается. Привезут, значит, по неделе. Ну, скажите, например, что привезут, по неделе. В Ангарске насчитывается около 1 тысячи абонентов, которые пользуются привозным газом. Проблему накануне обсуждали на экстренном совещании в мэрии. Администрации удалось достичь соглашения с иркутскими газовиками. Поставка газа будет возобновлена, но служба будет работать пока в тестовом режиме только месяц. После этого ангарчанам все же придется перейти на 5-литровые газовые баллоны и пользоваться услугами доставки намного чаще. Ведь объема одного баллона хватит примерно на неделю. Мария Константинова, Дмитрий Швецов, Антон Бархатов. Местное время. Сегодня в Иркутской области завершается профилактическая декада по предотвращению пожаров. Напомним, такая мера была введена после ряда трагических случаев, когда буквально за неделю от огня погибли 13 детей. В Ангарском саду 63 в память о погибших запустили в небо воздушные шары. Сотрудник Ангарской противопожарной службы при полной боевой экипировке рассказывает воспитанникам детского сада о своей непростой и опасной работе. Ребята с интересом рассматривают инвентарь спасателя. А он, между тем, успевает рассказать о правилах безопасности при обращении с огнем и о том, как не пострадать при пожаре. Сегодня во взаимодействии с управлением образования, со всеми руководителями образовательных учреждений проводим акцию, посвященную Дню памяти детям погибшим на пожарах. Ну и также в рамках данной акции проводим профилактические мероприятия с разъяснительной работой до наших детей, до взрослых. Недавние трагические случаи гибели детей на пожарах пока не сильно заботят юные головы. Однако, как считают педагоги, знать, каким трагедием может привести неосторожное обращение с огнем, воспитанникам необходимо. В память о жертвах огня в воздух запускают воздушные шары. Ребятишки, стоящие вот с этими белыми шарами, символизируют тот факт, что 16 детей, погибших на пожаре в Европской области, такая ситуация не должна повториться. И вот выпуская эти шары, мы отдаем дань памяти тем детям, которые, к сожалению, уже никогда не будут взрослыми. В числе погибших четверо детей из города Тайшет. Известно, что в момент трагедии взрослых просто не было рядом. Поэтому в преддверии весенних каникул пожарные призывают не оставлять детей без присмотра. Елена Мильвит, Александр Бычков, Антон Бархатов. Местное время. И такова картина дня. Все новости доступны также в интернете на сайте actistv.ru и на нашей страничке в Инстаграм. А в 21.30 не пропустите художественный фильм «Мушкетер». В субботу итоги недели вместе с вами подведет мой коллега Даниил Недельский. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Спасибо. Спасибо.